Вот так выглядело строительство дорог в древности. Иллюстрация впечатляющая. И вот так выглядит строительство дорог сейчас. Безусловно, есть в стране и в крае качественно построенные дороги, чаще всего федерального значения. Это результат добросовестной работы подрядчика и, конечно же, неусыпный и жесткий контроль заказчика. В Забайкальском крае общественности журналисты довольно часто обращают внимание на создание и ремонт автодорог, потому что тема эта достаточно болезненная. И на этот раз во внимание попал участок автодороги от села Смоленки до села Карповка Читинского района. Протяженность ремонтируемого участка составляет более 9 километров. Паспорт объекта гласит об окончании работ до 15 августа текущего года. Но, судя по состоянию и внешнему виду дорожного полотна, местные автомобилисты уверены, здесь даже конь не валялся. Выбиты все дороги. Яма на яме. Мы песочный ремонт делаем. Где-то в июне месяце там на Смоленке работали дорожники, а потом что-то исчезли. Вот сами видели. Надо, конечно, сделать это. Совсем, можно сказать, это отвратительно. Очень плохо ездить, особенно таких машин. Там есть паспорт объекта, который говорит, что сейчас идет строительство дороги. Ни разу не видел, чтобы кто-то тут работал. Дорога имеет потрескавшееся асфальтовое покрытие. На сегодняшний день все трещины залиты битумом. Из-за отсутствия рабочих и техники на участке, местные жители подразумевают, что национальные проекты России с таким громким названием, как «безопасные и качественные автодороги», и на которые тратятся миллионы бюджетных денег, попадают под такой смехотворный ремонт. Владимир Александрович в прошлом работник дорожно-строительного управления. Ему особенно больно смотреть на то, как сейчас в современном мире реализуются такие масштабные программы. Ну, они ремонтировали как? Яма вот есть, не чище, это ничего ее. Просто асфальт накидали и уехали. Все. Вот весь ремонт. Так что здесь ремонта практически не было. Косметический ремонт прошли, а капитального никогда не было здесь. Я 70 лет здесь прожил. Раньше работал в ДСУ. Но не мы эту дорогу-то строили, подрядчики. Но дело в том, что ее как построили, так и все. Так вот она и стоит. К слову, саму деревню Карповку с ремонтом обошли стороной. И, как пояснили в подрядной организации, работают они строго по плану, и заливка трещин битумом – далеко не последняя стадия ремонта. Это подготовительная работа перед укладкой. Это покрытие довольно-таки быстро укладывается. То есть оно будет по нескольким километрам в день проходиться. Поэтому мы планируем, естественно, завершить это в срок. Какой объем работы у вас выполнен и сколько еще осталось? Там в процентном соотношении сложно сказать, потому что работы разные по объемам тоже. Начнем с того, что там покрытие, слой ресил предусмотрено, да, только. И там никаких больше других практически видов работ нету, кроме там обустройства какого-то. Там на данный момент осталась только вот именно сама укладка вот этого покрытия. До окончания сроков работ осталось всего несколько дней. Подрядчик обещает завершить все до указанной даты, но при условии, что погода будет идеальной для укладки верхнего слоя дорожного полотна. И как нам сообщили в региональном Минстрое, помимо работ по ремонту предусмотрено также восстановление и укрепление обочин, обустройство дороги, установка дорожных знаков, нанесение разметки и восстановление автобусных остановок. Автолюбители, да и местные жители двух сел мало верят в то, что за 9 дней произойдет чудо и совсем скоро они смогут прокатиться по ровной и безопасной дороге.